Дружки, всем привет! Всех приветствую на своем каналчике Токсикул. Я вещаю с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайк и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанин. Готовьте чаю! Я ля кипа. И мы стартуем. Всем привет! Всех приветствую на своем каналчике. Не могу сказать, что доброе утро сегодня. Почему? Потому что все утро, всю ночь летели ракеты. Взрывалось просто нереально на город Харьков. Была атака ракетами, ребят, чтобы вы понимали. Просто это были канонады лютейшие. Это вам даже не передать, ребят, что происходило. Взрыв за взрывом. Такое впечатление, что даже какие-то двойные взрывы были. Хата трусится, окна ходором ходят. Просто нереально. Крыша аж подрывается. Пол дрожит. Вот так вот, ребят. Вот так вот мы и живем в городе Харькове. Говорят, что больше десяти ракет, больше десяти ракет приземлилось в городе Харькове. Чтобы вы понимали, ребят. Атака была на структуру, вот это, что связано со светом, энергоструктуру. Опять у нас, ребят, блэкаут. Опять у нас нету света. Как только вот это прозвучали взрывы, еще какое-то там время чуть-чуть был свет. А потом сразу раз и пропал. Просто, ребят, знаете, на самом деле мы держимся, стараемся, но моральные силы потихонечку, как говорится, покидают. У меня, кто не знает, ребят, начались прострелы под правой лопаткой. Кто вчера заходил на прямую трансляцию, тот в курсе. Или такое, я не знаю, оно как с нервами что-то связано, как какой-то ли нерв защемлен. Или я не знаю, ребят, вот так ничего-ничего. Потом, когда начинаешь нервничать, как подхватит и хоть стой, хоть падай. Вот так вот резкая такая боль, ребят, чтобы вы понимали. Значит, по свету пишут, что больше 200 тысяч абонентов. Ну, вы просто вдумайтесь. Это абонентов. То есть это дома, квартиры. А в квартире может жить и 5-10 человек и в доме, правильно? Знаешь, не один человек находится сейчас без света в городе Харькове. Это пишут по пабликам нашим местным здесь. Вчера целый день были тревоги. Кто заходил на стрим, тот помнит, что я переживал, как-то нервничал. Потому что, говорю, целый день тревога за тревогой, тревогой за тревогой, тревогой за тревогой. Метро, ребят, не работает. Метро работает в режиме убежища. Метро работает в режиме бомбоубежища. Также трамваи не ходят. Троллейбусы, если и ходят, то некоторые. В общем, все в режиме блэкаута, в режиме такого, что ходят автобусы. Те, которые могут возить, перевозить людей, специальные маршруты и так далее, и тому подобное. Спасибо, ребят, всем, кто помогает на бензин. Вчера только как раз съездил, заправил, ребят, бензин в машину подписчика. Немного, конечно, но чуть-чуть есть. Какое-то время нам хватит продержаться. Конечно, хорошо было бы иметь хотя бы литров 20 бензина в запасе. Бензин, кстати, по-моему, тоже подорожал, ребят. На несколько гривен, но подорожал. Для чего нам нужен бензин? Для того, чтобы мы заливаем машину подписчика, которая у нас на сохранении, ребят. И подключаем инвертор. И включаем наш Wi-Fi, интернет. И воздух рыбкам, чтобы они не погибали, чтобы они могли выжить. Почему? Потому что, ну, вы сами понимаете, ребят, им надо дышать. Нужны вот эти вот бульбашки кислорода. Рыбки без этого никак. Холодильник у меня не тянет. Ну, там, в принципе, и холодильник там был пустой или пустой все время. Поэтому я вхожу, купил на день, скупился покушать, приготовил маме себе что-то, все. А так, чтобы, знаете, там на несколько дней это в холодильник положишь, неизвестно, что будет дальше, но может все это пропасть. Также и Зевсу покупаю на кашу. Сварил одну кашу, дал там косточку какую-то, смоколок, все. И котам захожу тушенка, котячек. Благо, хранится все четко. Ребятки, кто хочет помочь, кто хочет поддержать такую трудную минуту на корм для животных, на бензин для инвертора, на лечение нашего кота Шарика, продолжаю его лечить. Жалко мне его просто капец, вот эти уколы ему делать. Он такой беднюсенький, такой худенький. У него прям вообще жирка нету под кожей, чтобы вы понимали. Ссылки для донатов в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать, ребят, с любой страны, в любой валюте. Поэтому поддерживайте максимально. Шарик сегодня ночью просто устроил кошмар. Я вам должен сказать, почему. Потому что он передвигался там по хате, бегал, типа даже пытался как-то играться. Но за несколько секунд до взрывов он почувствовал и спрятался под шкаф. Представляете, вот так вот кот дворовой спрятался под шкаф, забился, заныкался. Потому что он понял, что будут сейчас прилеты, будут сейчас взрывы, ребят, чтобы вы понимали. Уже и коты, и собаки чувствуют. Они тоже живые, им тоже страшно, ребят. Вот так вот и живем. В общем, такое сейчас на теперешний момент положение. Сейчас постараюсь включить инвертор, ребят, чтобы рыбки чуть-чуть подышали. И выложить вам заодно это видео. Всех обнимаю до хруста. Держимся, ребят. Всем огромное спасибо. За помощь. Мирного неба вам и крепкого здоровья. И пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Зевсунечка. Видите, лежит возле дверей входных. Натерпелся тоже за эту ночь. Взрывы, прилеты ракет нереальные просто. Один взрыв за другим. Да, Зевсун? Один за другим. Упала, взрывалась, бахала так, что кошмар. Дом дрожал весь. Да, мой хороший? Зевсунька на улице все это время была. Не хочет ни в какую заходить, ребята, в дом. Никакую не хочет. Мой хороший. Мой сладенький мой. Мой ты бедненький. Вот так ты натерпелся, да? Вот так ты натерпелся. Мой ты хороший. Стонет, слышите? Лапкой мать ногу. Пузико давай поглашу тебе. Видите, Зевсунь, у меня тоже от этих всех прилетов страдает в шоке. Бесконечные взрывы. Да, Зевсун? Но ты весь в хозяина. Ты не теряешь нотку позитивности. Никак. Держися, да, Зевсун? Держися. Красавчик. Зевсунь всем вам передает приветы. Желает добра, бабла, позитивчика. Говорит огромное спасибо. За то, что вы кидаете донаты на смоколоке для Зевсуни на вкусняшки, да? Ты жопчина. Вот такой ты. Вот так ты вываливался. Оп, шубу вычистил. Порядок, вычесанный, полный порядок, да, Зевсунь? Лапки, конечно, скажи, уже побаливают. Старенькие, а так нормально. Да? Мой хороший. Учил, ребятки, инвертор, чтобы рыбки подышали. Бедненькие, вообще тяжело им дышать было. Хоть чуть-чуть теперь бульбашки идут в воздух, идет им. Вот подышат. Видите, как поредили ряды рыбок. Сколько погибло. Малыши худые, не кушают. У них вот эта асфиксия. Невозможно дышать. Видите, какие они без воздуха. Вот, даже рыбкам, ребят, достается, чтобы вы понимали. Попугайчики наши на базе, начали на расслабоне. Красавчики. Малёчки бедные, худенькие, видите. Наивы зайчики. Представляете, как они страдают. Мы растили, растили он красненьких мученосцев. Вот тут раз, кислорода нет. Вот такие, ребят, дела. Покормили, дали таблеток, дали сухого корма. Давайте других покормим. Включил, так, знаете, на пару часиков, чтобы они подышали. Вот, смотрите, что с ними происходит. Как они задыхаются. Вот тело какое становится. Вот такие, ребят, дела. Вон наш папашка Анцетрус, сомик. Бородатый, высатый. Вот мамашка красавица. Они ещё и насмехаются в комментариях. Да мне рыбок больше жалко, чем тех, кто насмехается в комментариях. Издевается над нами. Так вам и надо, за то, за всё. И рыбкам, вот рыбкам конкретно, за что? Чем они, что они сделали плохого? Что вот эти вот два Анцетруса сделали вам плохого? Бред такой, как напишите. То мать-инвалид во всём виновата, то я ужас. Сейчас покормим этих рыбок, ребят. И надо шарика покормить нашего. Тоже сейчас покормим зайчика. Перед уколами мяучит. Есть тоже рыбок, ребят. Сейчас покормим побыстенько. Пусть покушают. Подышат хоть два часа за сутки. Так, сюда ещё нашим присосочкам кормим. И сюда. Малышам нашим. Видите, какие зайчики. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21, вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok